Уже через два года площадь зеленых насаждений вокруг столицы увеличится до 100 тысяч гектаров. Сейчас она составляет 83 тысячи. Ожидается, что сегодня зеленый поезд посетит глава государства Нурсултан Азарбаев. Президент лично следит за его развитием. Отмечу сейчас, на этой территории произрастает 117 видов деревьев. Там обитает 10 видов птиц, есть много видов животных, в том числе моралы. Их уже больше 20. По традиции, в преддверии дня города Нурсултан Азарбаев осмотрит участок лесного массива, а также выпустит на волю фазанов. Международный финансовый центр «Астана» налаживает диалог с Евразийской экономической комиссией по созданию общего финансового рынка в рамках Евразийского экономического союза. Инвестиции и новые проекты в регионе обсудили представители МФЦА, ЕЭК, экономисты и предприниматели в Москве во время конференции в Торгово-промышленной палате России. Перед странами Евразийской пятерки стоит общая задача к 2025 году гармонизировать законодательство в сфере регулирования финансовых рынков. И это необходимо сделать на фоне мировой финансовой революции, подчеркивают эксперты. Финансовый центр в Астане может стать для ЕАЭС пилотной площадкой, где тестируются новые подходы к регулированию или новые инструменты. «Наша роль – быть центром притяжения для мировых инвесторов, новых финансовых технологий, для того, чтобы они предлагали уже свои продукты или свои инвестиции для населения стран Евразийского экономического союза. МФЦА мог бы быть таким окном или гарантом для инвестиционного мирового сообщества, что можно через платформу МФЦА интегрироваться в пространство постсоветское и можно создать соответствующие компании, которые будут структурироваться на нашей платформе». По мнению экспертов Института экономики РАН, создание Международного финансового центра на основе лучших мировых практик откроет новый этап в развитии Центральной Евразии. Мобилизация финансовых ресурсов способствует и модернизации экономик региона. «Казахстан на правильном пути с точки зрения создания финансового центра мирового уровня, международного уровня. Казахстан не торопится, делает это шаг за шагом. И вообще-то говоря, России следует, надо сказать, что здесь пример брать с этой тщательной проработки». Российские экономисты рассматривают МФЦА как стратегически важный инструмент интеграции, который создаст новые возможности для рынка капитала. Дану Нуржан, Александр Любителев, Россия, Хабар-24. Дополнительные источники заработка осваивают предприимчивые казахстанцы. Эксперты Казахстанской фондовой биржи провели первую лекцию, в которой рассказали о том, как торговать на фондовом рынке. Работники КАСЕ и опытные брокеры пошагово разъяснили слушателям основные понятия и отвечали на вопросы. Такие бесплатные занятия на бирже планируют проводить каждый квартал. На обучение может прийти любой желающий. Для этого нужно лишь зарегистрироваться на сайте Казахстанской фондовой биржи. Люди боятся, люди не знают. Мы хотим рассказать, что торговать на бирже не страшно. Люди привыкли к депозитам. Хочется рассказать пример. Если доходность по депозитам составляет от 12 до 15%, если бы вы торговали на бирже в этот момент, ваша доходность составила бы более 40%. Делайте вывод. Далее о событиях в мире. Беженцы из Сирии массово бегут границы с Израилем. В районах, которые занимает оппозиция, идут тяжелые бои. Много убитых и раненых. В регионе началось крупномасштабное наступление правительственной армии на оппозиции повстанцев. Подробности у Сергея Услендера. Провинции Идлиб и Дыраа фактически последние районы страны, которые контролировала вооруженная оппозиция. Сирийская армия наступает на них по двум направлениям. Идут ожесточенные бои. Обе стороны активно используют тяжелое оружие. Гуманитарная ситуация хуже некуда. После первых же обстрелов тысячи беженцев начали покидать свои населенные пункты. Часть из них устремилась к границе с Иорданией. Там уже скопилось около 50 тысяч человек. Другая часть двинулась в сторону израильской границы. И это, говорят в ООН, только начало. Скорее всего, беженцев будет намного больше. Как ни странно, но использование тактики осады воспринимается воющими сторонами как путь к успеху. Эта тактика используется проправительственными силами, вооруженными группами и террористами. И, вероятно, будут по-прежнему использоваться в других местах Сирии. Насилие не уменьшилось. Провинции Идлиб и Дыраа будут следующими. По-прежнему опыту сирийской войны правительственные силы, захватив часть провинции, скорее всего, приступят к осаде крупных городов. Обычная в таких случаях тактика – постоянные обстрелы и бомбежки жилых кварталов со всеми вытекающими последствиями, колоссальными разрушениями и жертвами. В Израиле новый виток эскалации вызвал сильнейшую тревогу. Больницы Севера уже забиты сирийскими ранеными. Армия, по сути, снабжает беженцев прямо через границу. Кто будет за это платить, пока неизвестно. Расходы бюджета уже измеряются миллионами долларов. Сергей Услендер, Хабар-24. Италия заблокировала итоговый документ саммита ЕС из-за разногласий по миграционной проблеме. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник делегации одной из стран-сообщества. Итальянский премьер-министр Аджи Запоконте заявил, что Рим готов прибегнуть к использованию вето, если финальное соглашение по мигрантам не будет его устраивать. По его словам, на протяжении многих лет Италия часто видела проявление солидарности со стороны партнеров по ЕС только на словах. Отмечу, изначально планировалось, что лидеры стран Евросоюза подпишут несколько частей итогового документа, включая торговлю, отношения ЕС и США, вопросы безопасности. А председательство Евросовета, Еврокомиссии Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер проведут пресс-конференцию, которую после перенесли. Между тем, накануне в Брюсселе открылся двухдневный саммит ЕС. Европейские лидеры обсуждают миграционный кризис, кибербезопасность, торговую войну, Brexit и отношения с Россией. Однако в центре внимания проблема наплыва нелегальных иммигрантов. Этот вопрос все чаще становится причиной серьезных разногласий между членами Европейского Союза. Каждая страна видит свое решение этой проблемы. По мнению экспертов, этот саммит может стать одним из самых конфликтных и важнейших встреч в истории Союза. Шесть человек погибли, еще более 20 получили ранения в результате стрельбы в редакции газеты Capital Gazette в американском штате Мэриленд. Инцидент произошел в городе Анаполис. Предполагаемый стрелок задержан. Сейчас его допрашивают. При нападении на редакцию издания он использовал дробовик, а в его рюкзаке полиция обнаружила муляжи граната, дымовые шашки и светошумовые устройства. Также есть информация, что подозреваемый намеренно повредил себе пальцы, чтобы затруднить идентификацию по их отпечаткам. Тем не менее, сотрудникам правопорядка все же удалось установить личность предполагаемого стрелка при помощи компьютерной технологии распознавания лиц. Сейчас следователи пытаются выяснить, бывал ли мужчина раньше в редакции и как проник в здание. Произошедшее местные власти назвали локальным инцидентом, а не терактом. Правоохранительные органы также проводят опрос свидетелей. В Нью-Йорке взяты под охрану редакции крупных СМИ. Уровень воды в Ганге упал до экстремального низкого. Для индийского города Варанаси это обернулось серьезными проблемами. Причем речь идет не только об экологическом или религиозном аспекте. Перед жителями встал вопрос острой нехватки питьевой воды. Местные власти уверяют, что делают все возможное для решения проблемы. Ганг считается святой рекой для индуистов. Ежегодно в Варанаси посещают миллионы паломников. К тому же из реки берут воду для орошения полей. А дамбы, установленные по течению, помогают обеспечивать электричеством не только города, стоящие на реке, но и соседние регионы. Продолжаем выпуск. Республиканская акция по охране труда. Сотрудники Федерации профсоюзов совместно с партнерами, в составе которых национальные компании, намерены следить за безопасностью работников на отечественных предприятиях. В первую очередь, они будут встречаться непосредственно с сотрудниками фирмы для того, чтобы разъяснить меры предосторожности и показать, каким образом можно развивать корпоративную ответственность. По их мнению, в стране сегодня нужно создавать большее количество производственных советов. На сегодня их только 12. Между тем, в мире более 2 миллионов 700 тысяч человек ежегодно гибнут из-за несчастных случаев на производстве и вследствие заболеваний, полученных в результате трудовой деятельности. Вопрос профилактики, вопрос охраны труда, она всегда должна быть в внимании общественности, в внимании, потому что эта тема очень больная, и мы должны каждый день об этом говорить. И каждый работник должен понимать сегодня, что безопасный труд – это и есть основа охраны жизни и здоровья человека. Поэтому республиканская акция посвящена этому, и в рамках акции мы будем проводить большую массовую разнесительную работу. Чтобы держать зрителей в курсе актуальных событий, сотрудники нашего телеканала трудятся круглосуточно. Каждый день мы взаимодействуем с госорганами, экспертами, бизнесом и общественностью. Накануне в профессиональный праздник работу коллектива отметили различные ведомства, министерства, а также партия Нур-Отан. О буднях телеканала расскажет Анжела Гарипова. Сегодня в медиа-центре настоящий праздник. Поздравления принимают журналисты и не только. Все, кто причастен к связи и информации, сегодня отмечают профессиональный праздник. В этот день я расскажу вам, что на самом деле происходит за кадром. Ежедневные выезды на съемки, интервью с политиками и экспертами, соцопросы. В паре с оператором журналист собирает всю информацию, чтобы потом максимально быстро и просто передать ее аудитории. Здесь находится мозговой центр нашего телеканала. Журналистами пишутся, сокращаются и редактируются тексты. Там сидят главные редакторы, а здесь ведущие, которые готовятся к эфиру. Кроме этого, у нас есть отдел международной информации, который работает с мировыми агентствами для оперативной выдачи вестей. Айдана? Кроме того, мы работаем с собственными корреспондентами. У нас самая большая корреспондентская сеть в Казахстане. Не менее важной частью нашей команды являются дизайнеры и режиссеры. Работа графического дизайнера заключается в том, чтобы мы могли создать инфографику. Иногда в день у нас поступает 30-40 заявок на графику. Максимум у нас достигало до 40-50 лет в день. Это просто такой бешеный день, мы просто уносимся. Мы делаем как фильмы, специальные репортажи, интервью. Мы можем делать все. То есть мы можем быть и за кадром, и в кадре быть. Мы можем даже иногда сами сниматься, сами снимать, монтировать, также звук делать. Даже и спецэффекты. Когда все снято, текст написан, а графика готова, все это нужно собрать в единый сюжет. Каждый день вы видите лица наших ведущих в студии и слышите голоса журналистов за кадром. Но не всегда возможно увидеть тех, кто позволяет новости ожить и обрести картинку. Наша работа – это полностью монтаж видео и монтаж звука. Мы работаем и с картинкой, и со звуком. Самое сложное, когда остается пять минут до эфира, и приходит журналист с сюжетом. И как бы то ни было, нужно успеть все вовремя сдать, чтобы материал пошел на эфир. Когда готова содержательная часть, дело переходит к не менее важной – внешней. Для журналистов, которые выходят в прямой эфир, а также для телеведущих, есть особо важный офис. Сейчас я вам его покажу. Так, а что у нас здесь происходит? Вот Аслан готовен к эфиру, прямой эфир у него. Аслан, куда едешь? В спорт-эфир сейчас, через 10 минут. Ну давайте, надо поторопиться, чтобы успеть. Первая камера. Алло. Кадре. Но и после главного выпуска новостей работа не заканчивается. Мы готовимся к следующему дню новым вызовом и прямым включением со всех уголков страны и мира. Анжела Гарипова, Ержан Рахман-Бердеев, Хабар-24, Астана. Названы имена победителей национальной премии «Уркер». Автором лучшего репортажа стал журналист сайта «Тудэй Кизет» Илья Астахов. Лучшего интервью корреспондент газеты «Айкын» Гульдина Бектасова. В номинации «Журналистское расследование» победил Аскар Джалдинов из газеты «Время». Первым познавательным материалом об Истании признана статья Якова Федорова. Лучшим фотографом стал Турар Казангапов из «Тенгриньюз». Награды получили не только журналисты, но и коллективы. Первое место среди печатных СМИ заняла газета «Егемен Казахстан». Среди электронных информбюро «Кизет» лучшим признана радио «Шалкар». Премиями отмечены и региональные издания. Это газета «Жит-Ису» из Алматинской области и радиостанция «Жилдез-ФМ» из Алматы. Впервые в этом году введена экспериментальная номинация «Лучший вайн». Победителем стал Нурлан Батыров. Суммарная аудитория тех людей, которые номинированы в номинации «Лучший вайн» составляет порядка 5 миллионов человек. То есть в Инстаграме у них в сумме 5 миллионов человек в подписчиках. Огромная аудитория. Невероятно. Поэтому мы поняли, что игнорировать это никаким образом нельзя. В своей произвольной форме поднимают достаточно острые социальные темы. То есть по сути частично делают то, что делают средства массовой информации. Только в своей манере. Обладатель премии «Оскар» Жюльен Бенош выступила с творческим вечером в Астане. Программа «Слова, чтобы это сказать» оказалась очень насыщенной. В ней актриса представила не только поэзию, но и исполнила несколько песен. Акомпанировал ей пианист Винсент Лютерм. Но главным сюрпризом для столичных жителей стали стихия казахских поэтов, переведенные на французский язык. Вечер прошел в рамках закрытия второго Всемирного театрального фестиваля «Астана». Напомню, на нем 17 театров из 13 столиц мира представили почти два десятка знаменитых спектаклей. Международные критики высоко оценили многие из них. Среди них, наверное, я отметил бы дядю Ваню. Я считаю, что этот спектакль, он был очень правильно воспринят зрителем. Хотя было развоение как бы мнения. Но я считаю, что так оно должно и быть, потому что читать по-новому Чехова удается не всем. И у вас есть тенденция, так сказать, Аристотельского театра, а это классический театр. Может быть, многие этого не понимают, потому что вот это пафосное чтение текста, оно не значит, что это патетика. Астраханский региональный конкурс исполнителей «Волшебные струны дамбры» получил статус всероссийского. Проходит творческое состязание в селе Алтанжар, где последние годы жизни провел выдающийся композитор Кормангазы. Это стало еще одним свидетельством того, как астраханцы не только помнят, чтут память Кюша и популяризируют его творчество, а также развивают искусство игры на дамбре. Более подробно об этом расскажет наш корреспондент Виктор Сутягин. Жемчужина Астраханского музея Кормангазы – домбра великого Кюши. Долгие годы она была спутницей его жизни, помогая передавать при исполнении кюев всю гамму человеческих чувств. Любовь и нежность, доброту и сострадание. К музею музыкальный инструмент передал внук друга Кюши. Кормангазы Сагарбаев сам сделал смычки на этой дамбре. И вот нам приехал профессор из Италии, который оценил, сказал, что смычки сделаны миллиметр-миллиметр грамотно, даже по сравнению с нашими современными дамбрами. По воспоминаниям современников ее звуки, а главные особые приемы игры в астраханском поселке Алтенжар, где провел последние годы жизни Кюши, собирали сотни почитателей его таланта. Звучит дамбра и сегодня. Ансамбль «Самал» побывал на гастролях во многих городах России. Ежегодно в Астрахани проходит конкурс «Волшебные струны дамбры». В этом году наш региональный конкурс получает статус всероссийского, и на сегодняшний момент уже изъявили желание в нем участвовать дамбристы из Дагестана, Саратова и Оренбурга. В память о Куронгазы в селе Алтенжар сегодня создан культурный комплекс, а на месте захоронения установили величественный мраморный мавзолей. Комплекс, носящий имя Кюши, это не только музей, это и культурный центр Куронгазы, это и музыкальные студии. Здесь есть даже своя гостиница, где останавливаются туристы, приезжающие познакомиться с казахской культурой. И, конечно, поклонники творчества композитора. Память о великом казахском композиторе Куронгазы в Астраханской области повсюду. Его именем названы улица и школа, библиотека и детский садик, село. В историческом центре Астрахани установлен памятник высотой почти в 6 метров. За поездку в Голливуд поборются сотни талантливых детей в рамках международного фестиваля «Бурабай Саммерфест». Для участия в нем съехались юные музыканты, чтецы и танцоры со всех регионов страны и зарубежья. Среди множества одаренных детей в возрасте от 10 до 16 лет строгое жюри отобрали 250 конкурсантов. Сейчас они проходят подготовку. Это мастер-классы, репетиции и встречи со звездами эстрады. Имена победителей станут известны на гала-концерте фестиваля, который пройдет 3 июля в Астане. Мы на этом фестивале раскрываем новые имена, новые звезды. Я думаю, что это большой задел на будущее, на то, что у нас в Казахстане есть очень много талантливых детей. Нельзя не отметить также в преддверии празднования Дня Домбры участников, которые приехали с разных регионов Казахстана, домбристов, юных домбристов, которые замечательно исполняют Кьюи на Домбре, не уступая по мастерству даже своим наставникам. Ну на этом у нас пока все. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин